Здравствуйте! В эфире программа по существу в студии Родион Архипов. Сегодня у нас в гостях Георгий Богуславский, исполнительный директор некоммерческого партнерства Ассоциация активных видов спорта, отдыха и туризма. Активный город. А повод у нас сегодня очень серьезный. Готовится кругосветный перелет и необыкновенный перелет, чебоксарский перелет. И посвящен он столетию героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Петровича Моресева, которому в свое время была посвящена повесть о настоящем человеке, которую написал Борис Полевой. И вот почему притягивает Чувашия всех авиаторов? Этот вопрос мы задаем Георгию Богуславскому. Спасибо, что пригласили в студию. Действительно, в мае ежегодно в Чувашии становится центром притяжения легкомоторной авиации, наверное, не только с России, но и стран ближнего зарубежья, так как именно в Чувашии Алексей Моресев учился летать без ног. То есть, как говорят авиаторы, вставал второй раз на крыло. Именно тогда, когда после того, как он совершил свой подвиг, 18 дней он выбирался из вражеской территории с отмороженными ногами. И действительно, именно в Чувашии он проходил реабилитацию в Ибресиях, остались летные полосы, которые помнят шаги его на протезах. Поэтому в этом году было принято решение, а именно Валера Тимофеев, руководитель Федерации сверхлегкой авиации Чувашии, придумываем этот уникальный проект в честь столетия со дня рождения Моресева сделать перелет. Назвали мы его действительно скромно «Чебоксарская кругосветка», потому что действительно перелет вокруг Чебоксар, именно по городам Чувашии, то есть вылет из Чебоксар на легкомоторных сверхмалой, так как называемой «тряпичной авиации», как летчики говорят. Естественно, разработан определенный маршрут, и маршрут достаточно долгий, потому что много будет аэродромов подскока, начали мы в Чебоксарах, в Чебоксарах завершаем. И, естественно, одна из самых главных маршрутных точек – это поселок Ибресик, где как раз второй раз вы сказали… Аэродром «Красный партизан» действительно – это как бы середина маршрута. Всего маршрут будет занимать четыре дня, вернее, пять дней, четыре ночевки. То есть середина маршрута – это аэродром «Красный партизан», где будут сосредоточены все мероприятия, посвященные столетию Алексея Петровича, куда, по секрету скажу, что, ну там, это небольшой секрет, да, прилетает даже легкомоторный самолет из Крыма. То есть ребята делают перелет, чтобы присоединиться к общему празднику. Ну, возвращаясь к нашей первой Чувашской воздушной экспедиции, да, то есть действительно еще в истории Чувашии не было такого большого перелета, а именно на сверхлегкой авиации. У нас сейчас уже подтвердили участие в экспедиции шесть дельталетов, то есть это, как в советское время называли, мото-дельтаплан, для тех, кто не знает, и будет четыре пара мотора. Также присоединится с Казани легкомоторный самолет, то есть такая достаточно внушительная экспедиция пролетит по районам Чувашии, и у нас в районах запланированы встречи и с населением, и с школьниками, то есть для того, чтобы рассказать о подвиге Моресева и вообще продемонстрировать возможности туристических маршрутов по воздуху в Чувашии. Вот, а какая техника предполагается еще в будущем? Сейчас пока вот та техника, которая названа, она, ну, в масштабах республики, конечно, ее много. И название техники вы тоже уже, так сказать, продемонстрировали. Может быть, есть какие-то уже задумки на будущее? — Пока, честно говоря, далеко так далеко мы не забегали, потому что сейчас времена на самом деле тяжелые. Но я думаю, что вот в этом году, так вот мы заявимся о себе, я думаю, что перелет, эта Чебоксарская кругосветка будет посвященный Дня рождения Моресева ежегодным, это, скорее всего, однозначно. Но также мы планируем вот по мотивам этого перелета сделать туристические маршруты. Даже сейчас любой желающий может присоединиться к нашей экспедиции в качестве туриста и посмотреть на Чувашию с высоты птичьего полета. Потому что специально маршрут мы прокладывали по поймам рек, по наиболее красивейшим местам, которые может каждый... То есть это сейчас уже доступно каждому. То есть мы надеемся, что поток туристов, который будет приезжать в Чувашскую республику, и не только, даже наши жители, конечно, тоже могут присоединиться к нам. То есть каждый, мне кажется, хочет увидеть свое родное, может быть, село или свой родной город, который мы будем пролетать с высоты птичьего полета. Ну, не просто пролететь, но и сфотографировать, сделать видео на память и так далее. Потому что не всякому дано подняться вверх на своей малой родине, да? И если еще и повезет над своей большой родиной. Ну, да, безусловно. И мы вообще планируем, что с помощью национальной радиокомпании, которая действительно нас поддерживает в этом перелете, мы планируем выпустить большой фильм об этой экспедиции. Также будет огромное количество фото- и видеоматериалов. Сейчас технологии позволяют поставить на летательные аппараты экшн-камеры. И в хорошем качестве, я думаю, что у нас будет огромное количество видеоматериалов. Почему вас тянет в воздух именно вас? Ну, наверное, для того, чтобы... Я люблю преодолевать трудности, а так как я сам по себе боюсь летать, и я считаю, что лучшие возможности преодолеть свой страх – это нужно идти ему навстречу. Поэтому до сих пор я боюсь летать, но я борюсь со своим страхом. Надеюсь, что в будущем, то есть когда-нибудь в моем багаже инструктора по управлению различными видами мототехники появится водительское удостоверение пилота. То есть пилотная карточка, по-моему, называется. Ну, которая дает право для того, чтобы подняться в воздух. Ну, мы поговорили сейчас об авиационном туризме, то есть о части туризма в масштабах нашей республики. Ну, это, наверное, не все то, о чем вообще мечтает республика. Туризм должен развиваться в разных направлениях, в том числе и в воздухе. Абсолютно верно. И наша ассоциация, да, ассоциация «Активный город» как раз именно развивает те нетрадиционные виды туризма, а именно активные виды спорта. То есть в нашем арсенале могу немножечко похвастаться, да, о том, что мы сейчас осуществляем экскурсионные маршруты по реке Волга. То есть мы предлагаем уникальный маршрут. Это обзорная экскурсия со стороны воды на маломерном судне со шлюзованием через ГЭС и обзорная экскурсия со стороны воды по Новому Чебоксарску. То есть это будет не только интересно гостям столицы Чебоксарской республики, но и людям, которые проживают здесь. Потому что когда я сам первый раз проходил шлюз на Новочебоксарской ГЭС, это было потрясающее зрелище. Ту мощь воды, которую сдерживает это гидротехническое сооружение, она, конечно, поразительна. Также активные виды спорта мы стараемся развивать, привлекать людей и давать им возможность в плане проведения мастер-классов на водных лыжах. Сейчас скоро откроется пляжный сезон. Я думаю, что мы сможем порадовать горожан и гостей столицы различными новинками активного туризма. Также в процессе курса выживания мы хотим сделать, который будет доступен каждому. Ну и много-много другое. Всегда и во всем нужны помощники, и в этом деле особенно, потому что авиация требует поддержки не просто сверху, но и обязательно с земли. И поэтому здесь вам предоставляется возможность пригласить этих помощников. Ну, действительно, хотелось бы обратиться ко всем людям, которые неравнодушны к авиации, и вообще просто неравнодушным людям для того, чтобы помочь нам в организации проведения экспедиции. Нам необходимы волонтеры, желательно волонтеры с личным транспортом, которые могут помочь сопроводить экспедицию по земле, потому что летательный аппарат и легкомоторный не могут взять тот экспедиционный весь багаж, который может быть. Также, может быть, приглашаем партнеров, которые на паритетных началах, на взаимовыгодных началах могут посодействовать еще более качественному проведению подобной экспедиции. Мы приглашаем всех поучаствовать в Чебоксарской кругосветке. И я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был руководитель некоммерческого партнерства, исполнительный директор некоммерческого партнерства Ассоциация активных видов спорта, отдыха и туризма «Активный город» Георгий Богуславский. И наша вся передача была посвящена столетию Алексея Петровича Моресева, которая исполняется в этом году. И Чуваша, как всегда, притягивает всех любителей авиации, сверхлегкой малой авиации. И, даст Бог, будет притягивать всегда. А я, Родион Архипов, прощаюсь с вами и приглашаю еще раз на это удивительное, прекрасное мероприятие.